Хорошо, так, читаю вопрос. Егор, ты говоришь, бег это плохо, ходьба полезна. Все делаю силовуху, а когда делаю кардио, например, бег в легком темпе, техника тоже норм. Все равно отказаться? Субтитры сделал DimaTorzok Мы тренируемся каждую неделю, получая новую программу тренинга. Отдельно для парней, отдельно для девчонок. По принципу периодизации, рассчитанному по разному типу мышечного волокна. Тренируем все типы мышечных волокон. Гликолитические, окислительные, промежуточные. Тренируемся на силу, на выносливость и на гипертрофию. Если вы спросите, почему мы не тренируемся на рельеф, друзья, вы уже должны знать, что на рельеф мы только питаемся. Вступай в группу, не упусти такой уникальный шанс, сэкономь 200 баксов. Жду тебя в группе. Друзья, ну вы мою точку зрения знаете, если вы не какой-то профессиональный спортсмен, которому прям вот необходимо бегать, то откажитесь от бега. Ходьба, быстрая ходьба и полезнее, и функциональнее. Не забывайте, что бег все равно создает ударную нагрузку. Многие говорят, да там, если правильно бегать, в колени не будет. Поверьте, все болеют коленями. Но даже если вы каким-то чудом избежите проблем с коленями, то поясничный отдел позвоночника вы от этого уже никак не убережете. Поэтому быстрая ходьба и все будет отлично. Я против бега. Вот мои ученики, это девочка, которая похудела. Мы вообще кардио не делаем, Стефан, представляешь, пока еще. Только питание правильное, вот как ты говоришь, и да даже силовой работой не назвать. Я ее учу технике эти два месяца. Ты же знаешь, она, во-первых, полненькая была, да? Она набрала веса лишнего на 50% больше, чем она весила. Она весила 50 килограмм, а набрала 30. Нет, супер, супер. А этот парень так и долл, правильно? Это вопрос, который ты читал? Да, да. Микарат Таев, нет? Я читаю все подряд вопросы. Окей, нет, нет. Ищи Тайкиндо Ленджин. Пишите еще вопросы. Это Сэнди. И там он изучает нашу программу, тоже я хочу помогать. Да, да, точно пишут. Я просто читаю подряд, я не видел его вопросов. Окей, пишите сейчас еще вопросы, Сэнди. Окей, смотри, Егор, чтобы ответить. У меня здесь идея чуть-чуть наоборот с Егор, но я объясняю почему. Егор идет на план, когда даже Сэлуянов сказал, что не надо бегать, что не надо бегать. Да, я не услышал. Да, он говорил много раз. Ну почему? Потому что он скажет, что менее эффективно. И когда всегда надо это знать, я спросил это много раз. Если ты работаешь с спортсменом, который уже есть определенное время, ты должен сделать все, что надо, чтобы помог его в достижении. Не надо вещь, которая ты просто думаешь, что помогает, но на самом деле мало помогает. А это есть кардиоинтенсивность, потому что человек будет вступать 3 раунда по 5 минут, понимаешь? Очень высокий интенсивность, потом падает, очень высокий интенсивность, потом падает. Ему не надо бегать 2 часа подряд. Не надо, не надо. Но есть люди, я знаю, там именно в России, когда смотрели, Майк Тайсон сказал, вот, но Майк Тайсон это сделал, да, но Майк Тайсон, это парень очень одаренный. Майк Тайсон сейчас на пенсии, ему 50 что-то лет, посмотрели, он еще сделал бой с теней быстрее, чем нас, на 10 раз, понимаешь? Да, он сделал недавно из этого видео, они попросили ему сделать вообще безумную скорость. Егор, быстрота, потому что одаренный парень, тогда ты не можешь скопировать тренировку Майка Тайсона, если ты не Майк Тайсон, понимаешь? Это один. Второй, наука увеличила на гораздо, понимаешь? Это было 20 лет плюс назад. Это означает, что нельзя скопировать, что было в это время. Можно, но не будет так эффективно, если ты не видишь, как мы рекомендуем. Потому что наш опыт это показывает, окей? И еще, 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 подожди. Я сделал другой стрим, я даже поставил в нашу группу, и если кто-то хочет, можно спросить у меня, и если на английском, мы сделали этот стрим на английском, вместо Северто и вместо Пиментел, помнишь мой дюдо тренер в Олимпиаде, в Бразилии, который работает, Марсио Пиментел, который работает там, дюдо, дюджит, вот, он работает с первым чемпионом в UFC, Мурилу Бустаманти, первый Бразилии, который в игроку после UFC, Мурилу Бустаманти, занимался с ним. И что он обсудили? Бега. И мы все втроем, я, Егор, главный тренер Американ Топ Тим, и тренер, который работает с UFC, дюдоист, и миного джиу-джитсу, мы сказали, что не надо бегать длитленно, не надо. Если хочешь на пару дней чуть-чуть, можно дополнительно, хадиба будет очень полезна, меньше chance травмирова, как я рекомендую хадиба. поднять тренер Американ и угол на 5 градусов, 5 градусов, тогда будет тяжелее, будет сложнее, но все равно импакт будет меньше, потому что твой фут, нога будет... Нога. Да, будет такая. Получается меньше травм, получается более интенсивно, и вообще можно это дополнительно. Что делать? Считай калории, посмотри свои, посмотри свои пульс, и можно хадиба с углом, чтобы дополнительно в программу. Это будет очень полезно, очень эффективно. Это мой ученик, он бегал тоже, но я каждый день менял. Один день бегал, другой день просто хадба, третий велосипед, он еще был ровый, как сказать, да. А для чего ты делал? Чтобы ему не надоедало просто, да? Нет, чтобы он не перетермировал, это не специально сделал, чтобы не было ни овертренинг, Однотипные нагрузки тоже, чтобы не было, да? Чтобы не было оверюз. Это не было, чтобы... Оверюз это когда ты используешь в той же стране суставы и группы мышц. Это проблема. Тогда меняй и будет полезно. Тогда можно сделать карли два раза в неделю, три раза в неделю, но один день хадба, а другой велосипед, третий день на бассейн. Стефан, а ты видишь сообщение? Потому что я не вижу этого вопроса. Может, он у тебя, может, у тебя другие сообщения? Сандир, пиши мне, Сандир. Я два раза уже пересмотрел. Я два раза пересмотрел. А, он пишет на свой, да, понял. Вот, если метод... А, я вижу, прочитай. Я вижу, прочитай. Да, читай, пожалуйста. Читай, пожалуйста. Так, если методхондрии два месяца растут на максимуме, мы должны делать, допустим, остался к соревнованиям два месяца. И мы увеличиваем работу на методхондрии. И как составить мезоциклы гликолитические, окислительные, ВПДЕ и еще? Есть вопрос. Но это такой... Здесь так, блин, очень долго. Очень длинный, очень длинный. Окей. Сандир, да, еще раз извиняюсь. Но завтра, тогда у нас будет стрим в лаборатории. Это будет в Ютубе, будет длительный, длительный стрим. Это начинается 7 часов московского времени. Окей. Завтра будет 7 часов московского времени. Это 12 часов по-нашему. Можно посмотреть в Ютубе. Тогда я буду полным, мы говорим. Чтобы коротко ответить, методхондрию надо увеличивать. Я работаю до 2 недели до соревнований и еще сделаю это, как я просто сказал. Егор спросил, а ты используешь бегом? Американцы используют бегом. Немного бега, только интервальная тренировка. Потому что, чтобы включать в работу все группы мышц. Надо включать все группы мышц, потом дать время, чтобы они восстанавливались. И выключать снова, восстанавливались, выключали. И тем больше они выключаются, именно высокопорог. Они начинают, есть теория симморфоза называется. Если мышца будет стимулирована, ему сам по себе будет создавать все, что важно для того, чтобы эта мышца работала. И в этом варианте те рекрутируют, чтобы он выполнял энергию, и методхондрия отвечает за этот процесс. И методхондрия будет там добавляться. Есть другие исследования, которые доказали, что правильно работать. Тогда мы могли рекомендовать так. Просто обычно, обычно, две недели до боя, мы практически прекращаем высокоинтенсивность физической работы, и только технически специфически, очень специфически, когда сближаем к бою. и можно на подержание, это означает, вес достаточно хороший, объем меньше, чтобы поддержать свой результат. Потому что надо вспоминать, особенно единоборств, люди тоже сбавляют вес. Тогда ты не хочешь, чтобы он заболел в это время. и несколько спортсменов уже заболели, я видел. Некоторые тренируются по моему руководству, но с другими тренерами, потому что они тренируются до последней недели, потом надо прекратить пищу, еще сжигать жира, избавить вес и простудиться. Человек пишет, так получается легкоатлетам у всех будут болеть либо колени, и появляются как они спасаются от этого. Они болеют и никак не спасется. Друзья, вы будете с этим жить уже. Да, но еще напомню, ребята, посмотри, есть люди, как я сказал, Майк Тайсон, он бегал часто, да, а ты Майк Тайсон, нет, я не Майк Тайсон, я не могу скопировать все, которые Майк Тайсон тренировал и делать то же самое, не будет, моя генетика другая. Есть люди, которые бегают каждый день и им хорошо, но это не означает, что вы должны сделать то же самое, потому что мы только что сказали, Егор, поставил видео, его ученик, ученица, который похудел без бега, мой ученик бегает, но максимум два раза в неделю, он меняет, сделал карлию, да, потому что было задание, которое он хотел, похудеть и увеличивать массу, но это не означает, сделал один, не сделал другой, нет. Но она у меня не бегала, Стефан, я забыл сказать, она каждый вечер минимум 40 минут гуляла пешком, просто гуляла. Видишь, я сказал, в твоем варианте, сделал карлию, сделала карлию, но не бегала, я сказал, можно бегать, не бегать, видишь. Но речь о том, он спрашивает, типа у спортсменов, ребята, спортсмены все болеют, профессиональные спортсмены все болеют. Один вечерEl ABS сказал, никогда не вспомнив. Спорт это не здоровье. Физическая культура здоровья, да? Физическая культура здоровья. Физическая культура. Поэтому он сам подошел на здоровительную физическую культуру и создал из-за этого, читаяc здоровительную физическую культуру к книгу и еще могу больше говорить, почему. Потому что у нас, когда я пошел в Россию, Российский государственный университет физической культуры, И спорт. Было направление, которое я должен выбрать. Я выбрал спорт, систему подготовки спортсменов. Кто читал? Лев Павлович Матвеев был главным в этом направлении. Но было направление оздоровительной физической культуры от Селуянов. Что я сделал, Егор? На самом деле я сделал два магистра. Но я просто не получил диплом, потому что не смог. Но я ходил на занятия, потому что специальные занятия были два раза в неделю с Левом Павловичем и два раза с Селуяновым. Я ходил на то и на другой. И тогда я понял все идеи. И тогда я начал понимать, почему они как ссорились. Потому что спорт это не здоровье. Если ты хочешь спорт, достижение, ребята, достижение. Это сделать все, что угодно. Конечно, меньше травм, но получить больше результатов. Результат на первом плане. Как это идет на здоровье. А здоровье как на первом плане. И ты сделаешь самый эффективный метод. Поэтому он помогает. А еще для меня является самым большим показателем. Вот вы в курсе, что спорт, любые упражнения какие-то, очень часто для многих либо ограничены, либо запрещены. Так вот, задумайтесь. Изотон практически не имеет противопоказаний. Практически. Делайте выводы и понимаете, что такое не может быть плохим. Так, тут человек говорит, все понятно, но как тренироваться футболисту и готовиться? Друзья, у Селуянова и у Стефана целые книги. Мы не будем вам здесь рассказывать. Это надо читать. Книга 300 страниц. Нельзя просто сложность. За два. Предложения не рассказать. Ребята, мы занимаемся 20 лет. Мы хотим помогать вам. На самом деле, вы должны сделать вашу работу тоже. Как? Купить книгу, читать книгу. Теперь здесь конкретно вопрос. А в этом плане что делать? Мы не можем просто целые три страниц. Рассказать вам. Хороший вопрос, Стефан, вот тебе. Можно ли тренироваться каждый день, тренируя окислительные мышечные волокна? Если можно, то сколько можно подходов? Можно. Сразу скажу. Можно. Неинтересно. Неинтересно. Почему? Потому что, как мы говорили, кроссфит. Кроссфит. Кроссфит, а не паспорайздела. Тоже сами кайзингейм. И можно перейдь, и можно дать заболею. Если золотой, то меньше, потому что вес по меньше. Но затем, даже селуянов не рекомендовал это. Он рекомендовал через день. Потому что ты сделал стресс. Стресс достаточно, чтобы гипостимулал гипофиз. Чтобы все наши железы и тесты выделяли гормоны. И, значит, начинается каждый день, что может случиться. Черезмерно работают все наши железы и можно исчезать. Это означает, что все железы, они начинают потерять свои функции. И тогда, с базы этой идеи, Хан Селье, это канадец, который там изучал на мышцах. Я думаю, что давно говорили. Могу в следующем видео поговорить об этом. И он сделал следование. Посмотрел, что если идет на максимум каждый день, можно сделать стресс. Поэтому они погибли. Мышцы погибли. Это рак. Маус. И они погибли. И на наш организм. Да, да, да. Да. Люди звонят здесь. Слышишь? Да, да. Спрашивают, когда твоя... Сейчас, сейчас, сейчас. Чтобы закончить. Надо через день. Я могу рекомендовать через день. Если у тебя нет, то нет возможно, можно два раза в неделю. Но каждый день не рекомендую. Единственный вариант. Сейчас ты дома. Немного возможно. Можно делать каждый день. Но чередует группу мышц. Тогда ты сделаешь понедельник на грудные группу мышц. Следующий день на ноги. Идет верхний, конечно. Нижний, конечно. Верний, конечно. Нижний, конечно. Но каждый через три дня надо один день восстановительный. Меньше нагрузка. Либо чуть-чуть карди, либо массаж, либо гибкость. Это могу сказать. Спрашивают, когда твоя книжка выйдет на русском языке? Идет, идет. Мы работаем, мы работаем. Поэтому я тоже заня был. Идет на... Не знаю. Human Kinetics. Самый большой издатель в мире купил. Мы переводим. Мы добавили. Ребята с лаборатории, с Иллианов. Добавили материал. Мы добавили соавтором. И будет... Было 300 страниц. Будет больше 450 страниц. И поэтому идет. Там очень много фото. Все тренировки. Все разные. Все методики спортсменов. Есть 50 спортсменов выше класса. Там все рисунки. И поэтому огромная работа. Надо каждый с них отправлять мне подпис, чтобы разрешать, сползовать. Фот и так далее. Это огромная работа. Но идет. А надо переводить на английский. Сразу будем на английский. Павел Пашкин из России. Наш партнер. Фит Самбо. Который часто мы... Мы разговариваем. Он тоже соавтором. И он будет все это сделать переводить. Мы планируем. Давай. Может быть успеем до конца года. Но на английском будет точно в конце этого года. И после этого сразу на русский будет легче. Потому что уже будет все разрешено. Просто перевод. Понимаете? Теперь надо огромный материал. И написать. И скорректировать. И так далее. Насколько можно смешивать изотон и силовую тренировку в один день. Какая допустима пропорция? Хороший вопрос. Вот. Очень хороший. Друзья, хорошие новости. Вы постоянно спрашивали меня, где и как можно приобрести одежду с логотипами Heavy Metal Gym. Теперь у вас есть такая возможность. На сайте майки.ру вы можете найти то, что искали. И теперь можно ходить, тренироваться в майках, футболках и в виде с логотипом любимого канала. Заходите по ссылке в описании и заказывайте свой любимый бренд. Продолжение следует...